Забыв о том, что расхаживает по комнате в спортивном нижнем белье, Друри Лейн приказал стрику. — А теперь позвони домой доктору Мэриэму. Найдешь его телефон в Нью-Йоркском справочнике. Куси послюняли палец и начал листать страницы. — Мэр, Мэр, и Мэриэм, доктор медицины. Это он? — Да, поскорее. Куси набрал номер. В трубке послышался женский голос. — Доктора Мэриэма, пожалуйста, — проскрипел горбун. — Звонят от мистера Друри Лейна. Услышав ответ, он разочарованно наморчил лоб. — Она говорит, что его нет дома. Уехал из города на уикенд. — На уикенд? — спросил Лейн. — Возможно, это к лучшему. — Благодари, леди, и повесь трубку. — Что теперь, ворчливо? — осведомился Куси. — Полагаю, — ответил Друри Лейн с задумчивой улыбкой. — У меня имеется идея получше. Сцена шестая. Комната смерти. Суббота. Восемнадцатый июня. Двадцать двадцать. В субботу, за несколько минут до полудня, лимузин мистера Друри Лейна остановился перед домом Хэтгаров и высадил на тротуар актера Эдгара Перри. Воспитатель был бледен, но решителен. Всю дорогу от Лейн Клифф он хранил молчание. Лейн его не беспокоил. Дверь открыл детектив. — Доброе утро, мистер Лейн. Так вы вернулись, Перри? — спросил он, подмигнув актеру. Перри, не ответив быстро, зажигал по коридору и исчез на лестнице. Лейн прошел в кухню, вскоре появился снова и направился в библиотеку. Конрад Хэтгар сидел за столом, а что-то писал. — Я слышал, мистер Хэтгар, — дружелюбно заговорил Лейн, — что ваши неприятности подошли к концу. — В каком смысле? — Конрад поднял голову. Под его глазами темнели круги. — Не сообщили, — продолжал Лейн, садясь, — что этим утром контроль будет снят. Полиция покидает дом. — Давно пора, — проворчал Конрад. — Все равно от них никакого толку. Они так же далеки от того, чтобы узнать, кто убил мою мать, как две недели назад. Лейн поморчился. — Всем мы небезупречны. — А вот и они. Доброе утро, Мошер. — Здравствуйте, мистер Лейн, — пробосил детектив Мошер, входя в библиотеку слоновьим шагом. — Мы уходим, мистер Хэтгар. Мистер Лейн уже сообщил мне. — Приказ инспектора. Я и остальные ребята отбываем ровно в полдень. Сожалею, мистер Хэтгар. — Сожалеете, — Конрад встал и потянулся, — с катертью дорога. Наконец у нас будет покой. И уединение, — добавил раздраженный голос. В комнату вошла Джилл Хэтгар. — Слава богу, Конни, для разнообразия мы останемся без присмотра. Четверо мужчин, дежуривших в доме — Мошер, Пинкуссон, Краузе и молодой брюнет доктор Даббин, эксперт по ядам, которому поручили проверять пищу, собрались в дверях. — Пошли, ребята, — сказал Пинкуссон, — а то я опоздаю на свидание. — Ха-ха-ха! — его раскатистый смех сотряс стены. Вдруг он умолк и уставился на стул, где сидел Лейн. Актер откинулся на спинку с закрытыми глазами и белым, как мел, лицом. Он явно был без сознания. Он вдруг напрягся, побагровел и отключился. — Испугнулся, — сказал Пинкуссон. Доктор Даббин подбежал к штулу, опустился на колени, расстегнул воротник Лейна и приложил ухо к его груди. — Воды! — тихо потребовал он! — и виски! — немедленно! Джилл прижалась к стене, выпучив глаза. Конрад что-то пробормотал и достал из бара бутылку виски. Один из детективов побежал в кухню и вернулся, неся графин с водой. Доктор Даббин отбыл рот Лейна и влил ему в горло изрядное количество виски. Детектив выплеснул содержимое графины в лицо актеру. Эффект был моментальный. Лейн открыл глаза, стал дико вращать ими и закашлялся, когда виски обожгло ему пищевод. — Болван! — закричал доктор Даббин. — Вы что, хотите убить его? — Лучше помогите мне. — Мистер Хеттер, куда мы можем его уложить? Это сердечный приступ. — Вы уверены, что это не яд? — испуганно спросила Джилл. — Барбара, Марта, двое детей и миссис Арбакл сбежались на шум. — Господи! — воскликнула Барбара. — Что случилось с мистером Лейном? — Кто-нибудь в состоянии мне помочь? — пропахтел доктор Даббин, стараясь поднять со стула обмякшее тело актера. Из коридора послушался крик, и рыжеволосый Дромио ворвался в библиотеку, растолкав стоящих в дверях. Через пятнадцать минут суета прекратилась. Доктор Даббин и Дромио отнесли Лейна в комнату для гостей на втором этаже. Три детектива не знали, что им делать. Не получив указания, они вышли из дома, предоставив Лейной Хеттеров их судьбе. В конце концов, сердечные приступы не попадали в категорию убийств. Остальные собрались у закрытой двери комнаты для гостей, из которой не доносилось ни звука. Внезапно дверь открылась, и рыжая голова Дромио высунулась в коридор. Доктор говорит, чтобы убирались отсюда и прекратили шуметь. Дверь захлопнулась вновь. Все медленно разошлись. Через полчаса доктор Даббин спустился по лестнице. Ему необходим полный покой и отдых, сообщил он. Ничего серьезного, но день-два ему лучше оставаться в постели. Пожалуйста, не беспокойте его. С ним его шофер, он о нем позаботится. Я верну завтра, к тому времени ему станет лучше. В половине восьмого вечера мистер Друри Лейн начал осуществлять то, что сделал возможным его сердечный приступ. В соответствии с распоряжением доктора Даббина, никто не приближался к комнате больного. Правда, Барбара Хеттер тайком позвонила в приемную доктора Мэриэма, чтобы заручиться согласием на его услуги, возможно, побуждаемой каким-то смутным беспокойством. Но, узнав, что врача нет в городе, не делала дальнейших попыток вмешательства. Дромио, устроившийся за закрытой дверью с сигарой и журналом, который предусмотреть на сумму в карман, относился к временному заключению куда более терпимо, чем его хозяин, судя по напряжению на лице последнего. В шесть вечера Барбара велела миссис Арбакл отнести в комнату для гостей под нос с легким ужином. Дромио принял его с чисто гельской галантностью, сообщил, что мистер Лейн отдыхает, и закрыл дверь перед носом кухарки. Гэллы — кельтское население Горной Шотландии. Вскоре после этого мисс Смит, решив, что к этому ее обязывает профессия, постучала в дверь и спросила, не может ли она быть чем-то полезной. Дромио обсуждал с ней эту проблему пять минут, по истечении которых она получила вежливый отказ и удалилась, скачая головой. В половине восьмого Дролио Лейн поднялся с кровати, пошептался с Дромио и встал рядом с дверью. Дромио открыл ее и выгнал в коридор. Он был пуст. Шофер медленно вышел, закрыв дверь за собой. Дверь комнаты мисс Смит была открыта, но там никого не оказалось. Двери лаборатории и детской были закрыты, а дверь спальни Луизы Кампион распахнута на асиш. И Дромио, убедившись, что в ней никого нет, быстро вернулся в комнату для гостей. Спустя минуту Дролио Лейн на цыпочках вышел в коридор, быстро направился в комнату смерти, без колебаний открыл дверцу стенного шкафа, скользнул внутрь и прикрыл дверцу, оставив щелку, позволяющую ему видеть спальню. В комнате, в коридоре и на всем этаже не слышалось ни звука. В спальне быстро темнело, а воздух в стенном шкафе был спертый. Тем не менее, Лейн поглубже зарылся в висящую в шкафу женскую одежду, сделал глубокий вдох и приготовился к долгому бдеянию. Шли минуты. Иногда Дромио, притаившийся за дверью комнаты для гостей, слышал голоса из коридора и снизу, но до Лейна не доходили даже эти звуки. Он пребывал в полной темноте. Никто не входил в комнату, где он прятался. Без десятью восемь, как определил Лейн по светящемуся циферблату своих часов, начались первые признаки какой-то деятельности. Повинуясь первобытному инстинкту, он весь напрягся. В комнате внезапно зажегся свет. Выключатель находился справа от двери и слева от стенного шкафа, вне поля зрения Лейна, который не видел вошедшего. Но он недолго оставался в сомнении. Показалась полная фигура, мисс Смит. Сиделка прошла по ковру и свернула в промежуток между двумя кроватями. При свете Лейн видел, что комната тщательно подметена и проветрена, а все следы преступления удалены. Подойдя к ночному столику, мисс Смит подобрала панель и алфавит Брайля, которыми пользовалась Луиза Кэмпион. Когда она повернулась, Лейн увидел ее лицо. Женщина выглядела усталой, ее высокая грудь тяжело вздымалась. Больше ни к чему не прикасаясь, она двинулась к двери. Вскоре свет погас. Лейн расслабился и вытер влажный лоб. В пять минут девятого комнату посетил второй визитер. Свет снова зажегся, и Лейн увидел высокую сутулую фигуру, миссис Арбакл, идущую по ковру. Женщина тяжело дышала, очевидно, после подъема по лестнице. Она несла поднос со стаканом простокваши и тарелкой из печенья. Поставив поднос на ночной столик, экономка потерла затылок и вышла из комнаты. Лейн вознес беззвучную и благодарственную молитву богам всех эпох за то, что она забыла выключить свет. Ровно через четыре минуты штора на одном из окон напротив, до сих пор абсолютно неподвижная, слегка шевельнулась. Актер слегка расширил щель в шкафу и устремил взгляд на окно. Внезапно штора взметнулась, и он разглядел фигуру, притаившуюся на карнизе за окном, тянущимся вдоль наружной стены второго этажа и нависающим над садом. Подождав несколько секунд, фигура легко спрыгнула в комнату. Рама окна ранее закрытого теперь была поднята кверху. Фигура сразу же двинулась в сторону двери, исчезла из поля зрения Лейна, но актер не сомневался, что посетитель всего лишь закрыл дверь комнаты, так как фигура сразу появилась снова, а свет остался включен. Слегка наклонившись, фигура скрылась вновь. Лейн ждал с колотящимся сердцем. Через несколько секунд визитер вернулся, неся пробирку с белой жидкостью и пипетку, которую Лейн оставил в тайнике дымохода. Посетитель быстро подошел к ночному столику, протянув руку к стакану с простоквашей. Лейн затаил дыхание. После минутного колебания пробка была вынута из пробирки. Ее содержимое вылита в стакан, оставленный миссис Арбакла. Шаг к окну, быстрый взгляд в сад, прыжок через подоконник, и окно со шторой тут же опустилось. Лейн заметил, что визитер опустил штору не до конца. Вздохнув, он вытянул ноги, но его лицо оставалось напряженным. Весь инцидент занял не более трех минут. Светящийся циферблат показывал восемь минут девятого. Штора больше не шевелилась. Лейн снова вытер лоб, подструился по его телу под одеждой. В четверть девятого в поле зрения возникли сразу две фигуры. Луиза и Кэмпион, идущий медленно, но уверенно, и следующий за ней мисс Смит. Луиза без колебаний направилась к своей кровати, села на нее, закинула ногу на ногу, машинально, словно подчиняясь ежевечерней рутине, притянула руку к ночному столику и взяла стакан с простоквашей. Мисс Смит устало улыбнулась, потрепала ее по щеке и двинулась направо, в ванную. Как понял актер, помня географию комнаты. Он наблюдал, но не за Луизой, а за окном, сквозь которое скрылся недавний посетитель. Когда Луиза поднесла стакан к губам, Лейн увидел призрачное лицо, прижавшееся к оконному стеклу в промежутке неприкрытым шторой. Она была напряженным и бледным. С никогда не меняющимся спокойным безмятежным выражением Луиза выпила простоквашу, поставила стакан, встала и начала расстегивать платье. Лейн мог поклясться, что на лице за окном отразилось удивление, сменившись с разочарованием, после чего она вскрылась из вида. Покуда мисс Смит все еще плескалась в ванной, актер осторожно выбрался из стеного шкафа и на цыпочках вышел из комнаты. Луиза Кэмпион даже не повернула голову в его сторону. Сцена седьмая. Лаборатория. Воскресенье, 19 июня, вторая половина дня. В воскресенье утром мистер Друри Лейн чувствовал себя гораздо лучше. Тем не менее, Дромио передал Барбаре Хеттер, единственному обитателю дома, которого, казалось, это заботило, что мистер Друри большую часть дня проведет за отдыхом в комнате для гостей. Не будет ли мисс Хеттер так любезно проследить, чтобы его не беспокоили? Мисс Хеттер была так любезна, и мистера Друри не беспокоили. В одиннадцать пришел доктор Даббин, который закрылся с пациентом. Спустя десять минут он сообщил, что больной поправляется после приступа и удалился. Вскоре после полудня Лейн снова провел тайное расследование. Даже если бы он был болен по-настоящему, то едва ли мог выглядеть хуже. После бессонной ночи лицо его было изможденным. Дромио подал сигнал, и Лейн быстро выскользнул в коридор. Однако на сей раз он направился не в комнату смерти, а в лабораторию, где снова вошел в стеной шкаф с одеждой слева от двери, оставив дверцу чуть приоткрытой, и приготовился ждать. Внешне это выглядело безумной и напрасной затеей. Актер скорчился в темной душной коморке, замер едва дыша и не сводя глаз со щели, поскольку слух не мог служить ему подспорьем. Часы следовали один с другим, но никто в лабораторию не входил. День тянулся бесконечно. Несмотря на полное отчаяние мысли, Лейн ни на миг не ослаблял бдительность. Наконец, в четыре часа испытание подошло к концу. Со стороны невидимой сквозь щель двери промелькнула фигура ночного визитера. Разумеется, Лейн не слышал, как дверь открылась и закрылась. Он принек глазом к щели усталости, как не бывало. Фигура сразу же направилась налево к полкам, остановившись так близко от Лейна, что он мог видеть вздымающуюся от учащенного дыхания грудь. Рука метнулась к нижней открытой полке и взяла одну из остававшихся там бутылок. Лейн увидел красную этикетку с белыми боками яд. Окинув взглядом комнату, визитер проследовал кучи мусора, выметенного в левый угол стола, и нашел неповрежденный пустой пузырек. Не задерживаясь, чтобы вымыть его под краном, он наполнил пузырек ядом из бутылки с полки, закупорил его, поставил бутылку на прежнее место и осторожно двинулся на цыпочках в сторону Лейна. На секунду актер заглянул в горящие глаза. Просидев в шкафу еще несколько минут, Лейн поднялся и шагнул в лабораторию. Дверь была закрыта, а посетитель исчез. Актер не стал подходить к полкам, чтобы посмотреть, какой яд взял визитер. Некоторое время он стоял неподвижно, как старик, придавленный грузом тяжкой ответственности. Потом он вышел из комнаты и последовал за визитером. Главное полицейское управление Вечер В полицейском управлении было тихо. Рабочий день закончился, и за исключением ночных дежурных в коридорах никого не было. Окружной прокурор Бруно вошел в комнату, к двери которой была прикреплена табличка с именем инспектора Тамма. Инспектор сидел за столом, разглядывая при свете настольные лампы фотографии преступников, доставленные из архива. — Ну, там, — осведомился Бруно. Инспектор даже не поднял взгляд. — Что, ну? — У вас есть известие от Лейна? — Ни единого слова. — Меня это беспокоит. Бруно нахмурился. — С вашей стороны там было чистым безумием позволять такое. Это может привести к трагическим последствиям, убрать из дома охрану. — Отстаньте от меня, — проворчал Тамм. — Что нам терять? — Лейн, похоже, знает, что делает, а у нас нет ни одной идеи. Он отодвинул фотографии в сторону и зевнул. — Лейн, как всегда, будет держать язык за зубами, пока не уверится полностью. Оставьте его в покое. Бруно покачал головой. — Все же мне это кажется неразумным. — Если что-то пойдет не так, — маленькие глазки Тамма свирепо блеснули. — Неужели мне мало хлопоты без стариковской болтовни? Внезапно он закусил губу. Один из телефонов на столе зазвонил. Бруно весь напрягся, а там схватил трубку. — Алло! — хрипло сказал он. Слушая собеседника, инспектор мрачнел все сильнее, его лицо наливалось кровью, он молча швырнул трубку на рычаг и устремился к двери. Бруно последовал за ним. Сцена восьмая. Столовая. Воскресенье, 19 июня, 19.00. Во второй половине дня мистер Друри Лейн ходил по дому, слегка улыбаясь и вовлекая в беседу его обитателей. Гормли пришел рано, и актер какое-то время болтал с ним о пустяках. Капитан Тривит был в саду с Луизой Кэмпион, и мисс Смит. Остальные бродили туда-сюда, словно не могли ни о чем говорить друг с другом. Лейн ни разу не присел. Он постоянно двигался, наблюдая за происходящим. Вечером без четверти семь ему удалось незаметно подать сигнал своему шоферу. Дромио тут же подошел к нему, после краткого разговора шепотом вышел из дома, вернулся через пять минут, ухумляясь. Ровно в семь Лейн сидел в углу столовой с благодушной улыбкой на лице. Стол накрыли к обеду, и обитатели дома один с другим входили все тем же боязливым шагом. В этот момент в дом ворвался инспектор Там, сопровождаемый окруженным прокурором Бруно и группой детективов. Улыбка исчезла с лица Лейна, когда он поднялся поздороваться с Тамом и Бруно. Несколько секунд никто не двигался. Луиза и мисс Смит уже сидели за столом. Марта Хеттер и дети как раз садились. Барбара ходила в столовую одновременно с Тамом через другую дверь, а Конрад был в библиотеке, где, как увидел инспектор, предавался обычному занятию, то есть выпивке. Джилл отсутствовала, но капитан Тривит и Джон Горнли были в столовой, стоя позади стула Луизы. Когда Лейн пробормотал, «А, инспектор!» Все расслабились и продолжили рассаживаться вокруг стола. Там проворчал приветствие и вместе с Бруно шагнул к Лейну, после чего трое мужчин удалились в угол. Никто не обращал на них внимания, сидящие за столом разворачивали салфетки. В комнате появились миссис Арбакл и служанка Вирджини с нагруженным подносом. «Ваш человек позвонил мне», — обратился инспектор к Лейну, «и сказал, что вы потерпели неудачу». «Это так?» — спросил Бруно. «Да», — ответил Лейн. «Я сдаюсь, джентльмены». Эксперимент не увенчался успехом. Там и Бруно молча смотрели на него. «Больше я ничего не могу сделать», — продолжал Лейн, устремив мучительный взгляд на что-то позади плеча Таммы. «Я возвращаюсь в Гамлет». «Но не хотел уходить, пока вы снова не поместите в доме ваших людей для охраны хаттеров». «Значит, вы проиграли?» — расследовался Тамм. «Боюсь, что да. Сегодня у меня еще оставалась надежда. Но сейчас...» — Лейн пожал плечами и криво усмехнулся. «Начинаю думать, инспектор, что я переоценил свой талант. Очевидно, в деле Лонг-стрита в прошлом году мне просто повезло». Бруно вздохнул. «Бесполезно плакать над пролитым молоком». «Мистер Лейн, в конце концов мы тоже ничего не добились. У вас нет причин так растаиваться». Бруно прав кивнул там. «Не принимайте неудачу так близко к сердцу. Можете удовлетворяться тем, что вы в хорошей компании». Внезапно он умолк и круто повернулся. В глазах Лейна, смотревшего на что-то за спиной там, появился ужас. Все произошло так быстро, что они едва успели выдохнуть. Это походило на молниеносной, парализующей укуп змеи. Хэтеры и гости окаменели. Юный Джеки, стучавший по стулу, требуя дополнительную порцию хлеба, поднял стакан молока, их было три, один стоял перед Джеки, второй перед Билли, а третий перед Луизой, и залпом выпил половину. Стакан выпал у него из пальцев, в горле послышалось бульканье. Конвульсивно дернувшись, Джеки сполз со стула и со стуком рухнул на пол. Там Лейн и Бруно устремились к нему. Остальные застыли, подняв вилки и протянув руки за солью. Марта Хэтер с пронзительным криком упала на колени перед неподвижной маленькой фигуркой. «Его отравили! Господи, Джеки, поговори с мамой!» Грубо отодвинув ее в сторону, там разжал челюсти мальчика и просунул пальцем в горло. Послышался слабый трахтящий звук. «Не двигайтесь!» — крикнул там. «Вызовите врача, Мошер!» «Он!» Приказ замер на его губах. Маленькое тело в его руках снова дернулось и обмякло когтюк мокрого белья. Даже для обезумевших глаз матери было очевидно, что мальчик мертв. Там же. Двадцать ноль ноль. Наверху в детской доктор Мэрием мерил шагами пол. Он вернулся в город всего за час до трагедии. Марта Хэтер истерически рыдала, прижимая к себе дрожащего Билли, который тоже плакал. Мрачные молчаливые Хэттеры собрались вокруг лежащего на кровати тела Джеки, не глядя друг на друга. В дверях стояли детективы. Внизу в столовой остались двое. Инспектор там и Друлей Лейн, в чьих глазах застыл и боль. Он выглядел больным, что не могло запаскировать даже его актерское мастерство. Оба молчали. Лейн сидел за столом, уставив на прокинутый стакан с молоком, из которого Джеки выпил свою последнюю сократовскую порцию. Древний греческий философ Сократ был обвинен в поклонении новым божествам и совращении молодежи и приговорен к смерти, после чего принял яд. Почерневший от гнева там ходил взад вперед, бурмоча себе под нос. Дверь открылась, впустив окружного прокурора. — Ничего не понимаю, — твердил он. Там метнул свирепый взгляд на Лейна, который даже не обернулся. — Этого нам никогда не искупить там, — простонал Бруно. — К черту! — рявкнул инспектор. — Меня бесит, что он опустил руки. Вы не можете бросить это теперь, Лейн. — Я должен, инспектор. Актер поднялся. — Больше я не имею права вмешиваться. — Смерть мальчика! — он облизнул сухие губы. — Мне вообще не следовало в этом участвовать. Пожалуйста, позвольте мне уйти. — Но, мистер Лейн, — начал Бруно, — теперь я ничего не могу сказать в свое оправдание. Я только все испортил. Смерть мальчика — только моя вина. — Ладно, — буркнул там, чей гнев выдохся. — Вы вправе удалиться, мистер Лейн. — Если кого-то и будут обвинять в случившемся, так от меня. — А если вы хотите вылезнуть, даже не намекнув, в каком направлении вы работали? — Ну, я же сказал вам, — устало произнес Лейн. — Я был неправ, вот и все. — Нет, — возродил Бруно. — Вам не удастся так легко отделаться, мистер Лейн. — Все не так просто. — Когда вы попросили там и убрать отсюда его людей и обеспечить вам свободу действий, вы имели в виду нечто конкретное? — Да, — имел. Вокруг глаз актера залили круги. — Я думал, что способен предотвратить следующее покушение, но не смог этого сделать. — Здор, — проворчал там. — Вы были уверены, что попытки отравления всего лишь уловка, что они не были настоящими покушениями. Он со стоном закрыл лицо руками. — А теперь я вижу, что это просто бойня, и их всех должны уничтожить. Лейн печально покачал головой, начал что-то говорить, но передумал и направился к двери, даже не взяв шляпу. Снаружи он задержался, словно намереваясь вернуться, потом расправил плечи и вышел из дома, дроме ждал его у обочины. В полумраке к Лейну устремилась группа репортеров, но он отмахнулся от них и сел в машину, которая сразу тронулась с места. Эпилог Не стало меньше злых людей, хоть и отвергли духа злого, Гёте, Фауст. Прошло два месяца. Уход мистера Друрия Лейна из дома хэттеров завершил его связь с делом, и из Гамлета не поступало никаких известий. Ни инспектор там, ни окружной прокурор Бруно не делали дальнейших попыток связаться с Лейном. Газеты без устали критиковали полицию. Мимолетное упоминание об участии в расследовании Лейна заглохло из-за недостатка фактов. По прошествии двух месяцев следствие не продвинулось ни на шаг. Несмотря на пророчества инспектора Тамма, преступлений больше не происходило. И хотя инспектор выбрался из битвы, покрытым ранами, угроза позорного понижения в должности не материализовалась. В итоге полиция была вынуждена навсегда удалиться из дома хэттеров, поскольку, как язвительно отмечала пресса, убийца оказался умнее. Вскоре после похорон Джеки семейства хэттер, долгие годы скрепляемые железной рукой старой леди, начало распадаться. Джилл Хэттер исчезла, расставив Гормли, Биггиллоу и прочих поклонников в недоумении относительно ее мест пребывания. Марта, собрав остатки самоуважения, бросила Конрада и поселилась в четырехлетнем Билле в дешевой квартире, ожидая развода. Эдгар Перри, неделями пребывавший под наблюдением, также исчез, чтобы вскоре появиться в качестве жениха Барбары Хэттер на свадьбе, вызвавшей переполох в журналистской и литературной среде, который быстро иссяк, когда молодожены отбыли в Англию. Дом Хэттеров заколочен и выставлен на продажу. Капитан Тривит, постаревший и сморщенный, ухаживает за своим садом. Доктор Мэрием продолжает свою сугубо конфиденциальную практику. Дело кануло в небытие. В полицейских архивах Нью-Йорка прибавилось еще одно нераскрытое преступление. Лишь один факт вызвал у репортеров последнюю вспышку хэттеризма. За три дня до свадьбы Барбары Хэттер, Эдгара Перри, Луиза Кэмпион, умерла во время полуденного отдыха. Медэксперт согласился с доктором Мэрием, что смерть наступила от сердечного приступа. За кулисами, эпиграф, окинь всю сцену взглядом знатока, тогда судьи одарили драматургам. Цитаты сатирической поэмы «Росциад» английского поэта Чарльза Чарчилла, 1731-1764 годы. Мистер Друри Лейн лежал на траве, склонившись над каменным парапетом пруда и кормя хлебными крошками черных лебедей, когда на дорожке появился старый Куоси, за которым следовали инспектор Там и окружной прокурор Бруно. Оба гости выглядели смущенными. Куоси коснулся плеча Лейна, и актер, обернувшись, вскочил на ноги. — Инспектор? Мистер Бруно? — изумленно воскликнул он. — Рад вас видеть, — пробормотал там, переминаясь ноги на ногу, как школьник. — Мы с Бруно решили навестить вас. — Э-э-э, да, — подтвердил Бруно. Они стояли, как будто не зная, что делать. Лейн внимательно разглядывал их. — Присаживайтесь рядом со мной на траву, — предложил он. На нем были шорты и свитер с высоким воротом. Мускулистые загорелые ноги покрывали зеленые пятна от травы. Актер поджал их, сев в позе индийца. Бруно снял пиджак, расстегнул воротничок рубашки и опустился на траву со вздохом облегчения. Поколебавшийся инспектор со стуком плюхнулся рядом. Какое-то время все молчали. Лейн наблюдал за длинными черными шеями лебедей, изящно изгибающимися над водой, в поисках крошек. — Ну, — наконец заговорил там, склонившись вперед и дотронувшись до руки Лейна. — Продолжайте, — подбодрил актер. — Вообще-то мы с Бруно хотели спросить вас кое о чем. Умерла ли Луиза Кампион естественной смертью? Они вздрогнули и посмотрели друг на друга. — Да, — кивнул Бруно, — вижу, вы читали газеты. Мы подумаем о том, чтобы вновь открыть дело. Что скажете? Там молча наблюдал за Лейном из-под густых бровей. — Мне казалось, — заметил Лейн, — что доктор Шиллинг согласился с вердиктом доктора Мэриэма насчет сердечного приступа. — Да, — сказал инспектор, — Мэриэм всегда утверждал, что у глухонемой слабое сердце. В его медкарте зафиксировано, но мы не уверены. Мы думаем, — подхватил окружной прокурор, — что мог быть использован какой-то яд, не оставляющий следов. — Но ведь я вам говорил два месяца назад, джентльмены, — отозвался Лейн, бросая в воду очередную горсть крошек, — что покончил с этим делом. — Да, — быстро сказал Бруно, прежде чем там успел ответить. — Но мы не можем избавиться от ощущений, что вы всегда располагали фактами, которые он умолк и Лейн отвернулся. На его губах играла мягкая улыбка, а серо-зеленые глаза были устремлены на лебедей, словно не видя их. Спустя некоторое время он вздохнул и повернулся к гостям. — Вы были правы. Там выдернул из земли пучок травы и отшвырнул его. — Я знал это, — явкнул он. — Что я вам говорил, Бруно? У него есть информация, которую мы можем использовать для... — Дело раскрыто, — инспектор спокойно сказал Лейн. Гости изумленно уставились на хозяина, а там так сильно стиснул руку Лейна, что поморчился. — Раскрыто? — хрипло произнес он. — Кем? — Когда? — На прошлой неделе. — Более чем два месяца назад. На какой-то момент гости утратили дар речи. Бруно побледнел, а верхняя губа тама задрожала, как у ребенка. — Вы хотите сказать? — С трудом, — вымолвил он, — что два месяца держали рот на замке. — Какой-то убийца оставался на свободе? — Убийца не на свободе. Они вскочили на ноги, как две марионетки, которых кукловод одновременно потянул вверх за вьевочкой. — Вы имеете в виду? — Я имею в виду, — печально промолвил Лейн. — Убийца мертв. Один из ребятей захлопал крыльями, поднимая фонтан брызг. — Пожалуйста, сядьте, — продолжал Лейн. Оба гости машинально повиновались. — В каком-то смысле я рад вашему приходу, а в каком-то нет. Не знаю, имею ли я право рассказать вам. Там застонал. — Нет-нет, инспектор, я не мучаю вас ради садистского удовольствия видеть ваши страдания. Это настоящие проблемы. — Но почему вы не можете нам рассказать, — воскликнул Бруно, — потому что вы мне не поверите. Капля пота упала с носа инспектора на его массивный подбородок. — Это настолько невероятно, — продолжал актер, — что я не упрекнул бы вас, чтобы вы, услышав то, что я собираюсь сказать, швырнули меня в пруд, как лжеца, фантазера и безумца. Его голос дрогнул. Такого уж как безумные хаттеры. — Это была Луиза Кэмпион, — медленно произнес окружной прокурор. — Нет, — покачал головой Лейн. Инспектор там взмахнул кулаком. — Это был Йорк Хаттер. — Я все время это знал. — Нет. Друг Лейн вздохнул и бросил в пруд новую порцию хлебных крошек. — Нет. Это был Джеки. Казалось, весь мир окаменел. Ветер внезапно прекратился, и только лебеди скользили по воде. Потом послышался радостный крик старого Куси, ловившего золотую рыбку в фонтане со статуей Ариэля, и чары были разрушены. Лейн повернулся. — Вы не верите мне. Там откашлялся, пытаясь заговорить. Влосни сразу. — Нет, я не могу в это поверить. — Это невозможно, мистер Лейн, — воскликнул Бруно. — Это чистое безумие. Лейн вздохнул. — Никто из вас не был бы разумным, если бы вы реагировали иначе. — Все же я намерен убедить вас, что это именно тринадцатилетний Джеки Хаттер, практический ребенок, трижды пытался отравить Луизу Кампион, убил миссис Хаттер, ударив ее по голове, и... — Джеки Хаттер? — пробормотал там, как будто повторяя имя. Он мог придать всему делу больший смысл. — Но как? Во имя всего святого тринадцатилетний пацаненок мог придумать и осуществить подобный план. Никто никогда этому не поверит. Бруно задумчиво покачал головой. — Не петушитесь там. Вы слишком возбуждены, иначе знали бы ответ, по крайней мере, на ваш аргумент. — Тринадцатилетний мальчик мог осуществить преступление по заранее приготовленному для него плану. Лейн молча кивнул. — По плану Йорка Хаттера. Инспектор трепыхался, как умирающая рыба. — Теперь я понимаю. — Черт в отроди! А я-то думал, что Йорк Хаттер не умер, и пытался идти по следу мертвеца, а он затрясся от смеха, в котором звучали горьче стыд. — Это не мог быть, Йорк Хаттер, — сказал Лейн. — Мертвый или живой, ибо, конечно, всегда оставалась возможность, что он жив, поскольку опознание тела не было безукоризным. — Нет, джентльмены, с самого начала это мог быть только Джеки Хаттер. Объясните вам, почему? Они молча кивнули. Друли Лейн улегся на траву, заложив руки за голову и обратившись своим рассказом к безоблачному небу. Я начну с расследования второго преступления — убийства Эмили Хаттер. Пожалуйста, помните, что вначале я знал не больше, чем знали вы. Я вступил на девственную территорию без всяких предубеждений. То, что я увидел, и выводы, к которым я пришел, были результатом наблюдений и анализа. Позвольте продемонстрировать вам мое умозглючение, убедившее меня, что мальчик был основной движущей силой этих событий и, в свою очередь, приведшее к плану Йорка Хаттера. Преступление с самого начала представляло значительные трудности для расследования. Мы столкнулись с убийством, совершенным при свидетеле, но этот свидетель был бесполезен, являясь глухой, немой и слепой женщиной, которая не могла ни видеть, ни слышать, ни говорить. Все же проблема не являлась непреодолимой, так как она обладала другими чувствами, восприятием вкусом, осязанием, обонянием. Вкус не фигурировал вовсе, мы не могли этого ожидать. Но вот осязание и обоняние сыграли свою роль, и в основном благодаря тому, что Луиза коснулась лица убийцы и почуяла исходивший от него запах, я смог узнать правду. Я уже доказал вам, что отравление груши в Азии с фруктами Луизы Кэмпион и убийство миссис Хаттер на соседней кровати было делом рук одного лица. Я также доказал, что в действительности Луизу никогда не намеревались отравить, что единственной целью плана было убийство миссис Хаттер. Поскольку отравители и убийцы являлись одним и тем же лицом, то нашей добычей был человек, которого Луиза коснулась в темной спальне, упав затем в обморок. — Вспомните, что Луиза дотронулась до носа и щеки убийцы, стоя прямо и вытянув руку параллельно полу, вы, инспектор, фактически напали на след. Там покраснел и быстро заморгал. — Не понимаю, — начал Бруно. Лейн, лежа на спине, глядя в небо, не видел движения губ окружного прокурора. — Вы сразу сказали, инспектор, — продолжал он, — что рост убийцы можно определить благодаря тому, что ему носа и щеки коснулась свидетельница, чей рост известен. — Превосходно. — Я подумал, что вы ухватились за важный факт, и что правда вскоре выйдет наружу. Но мистер Бруно выдвинул возражение, заявив, — откуда вы знаете, что убийца в этот момент не нагнулся? — Остроумное возражение, поскольку в таком случае рост убийцы, естественно, уменьшился бы. Поэтому не вникнув в факты более глубоко, вы и мистер Бруно оставили этот след. — Но если бы вы всего лишь взглянули на пол, то сразу поняли бы правду, как понял ее я. Бруно нахмурился, олень печально улыбнулся и сел. — Встаньте, инспектор. — Что-что? — ошеломленно переспросил там. — Встаньте, пожалуйста. Там поминался. — Поднимитесь на цыпочки. Инспектор неуклюже оторвал пятки от травы. — А теперь, стоя на цыпочках, наклонитесь и попробуйте ходить. Там попытался следовать указаниям, но смог сделать всего два шага и потерял равновесие. Бруно усмехнулся. — И что доказывает ваша попытка, инспектор? — улыбаясь, спросил Лейн. Там снова выдернул пучок травы и сердито посмотрел на Бруно. — Перестаньте ржать! — проворчал он. — Это доказывает, что ходить на цыпочках, при этом нагнувшие, чертовски трудно. — Вот именно! — кивнул Лейн. — Конечно, физически это возможно, но мы смело можем отказаться от предположения, будто убийца покидал таким образом место преступления. — На цыпочках, да, но только не нагнувшись. Это неестественно, неудобно и бессмысленно так уменьшает скорость. Иными словами, если убийца в тот момент, когда Луиза Кэмпион прикоснулась к нему, выходил из комнаты на цыпочках, нам следует отвергнуть возможность, что он при этом шел, нагнувшись, а потом четко свидетельствовал пол. — Как вы помните, в рассыпанном тальке были только отпечатки носов туфель от кровати до места, где Луиза коснулась убийцы, того места, где убийца переменил направление и выбежал из комнаты. Начиная с этого места, на полу были следы не только носов, но и пяток, а расстояние между ними увеличилось. — Следы носов, — пробормотал Бруно, — очевидно, я слишком туп. Не могу запоминать фотографически такие вещи. Они действительно там были, 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 проворчал там. — Заткнитесь, Бруно. — Кроме того, — продолжал Лейн, — там, где были только следы носов туфель, они находились на расстоянии около четырех дюймов друг от друга. Единственное возможное объяснение — убийца, повернувшись от кровати в том месте, где он ударил по голове, и миссис Хаттер шел на цыпочках. В таком случае четыре дюйма — нормальное расстояние между шагами. Следовательно, когда Луиза Кэмпион притронулась к убийце, он стоял прямо, не нагнувшись, и на цыпочках. На этом основании мы можем вычислить рост убийцы. Позвольте мне ненадолго отвлечься. Нам известен рост Луизы Кэмпион. Во время оглашения завещания, когда вся семья собралась вместе, стало также очевидно, что Луиза и Марта Хаттер были одного роста, и более того, ниже других взрослых обитателей дома. Позднее я точно установил рост Луизы Кэмпион, когда посетил доктора Мариэма и изучил ее медицинскую карту. Женщине было пять футов четыре дюйма. Я сравнил его с моим ростом и произвел быстрый расчет. Теперь прошу внимания. Каково расстояние от макушки человека до его плеча, а, мистер Бруно? Понятия не имею, отозвался Бруно. Не вижу, каким образом можно ответить точно. Очень даже можно. Улыбнулся Лень. Конечно, расстояние варьируется в каждом отдельном случае и различного мужчин и женщин. Эту информацию я получил от Кооси, который знает о физическом строении человеческой головы больше всех, кого я когда-либо встречал. У женщин расстояние от макушки до плеч колеблется от девяти до одиннадцати дюймов. Скажем, десять дюймов у всех женщин среднего роста, как вы легко можете обдлить на глаз. То, что кончики пальцев Луизы Кэмпион коснулись щеки убийцы на уровне его носа, сразу сообщило мне, что убийца был ниже Луизы. Если бы он был одного роста и с ней она бы коснулась сверху его плеча, но так как она-то тронулась до носа и щеки, он должен быть ниже ее. Мог я еще точнее определить рост убийцы? Да. Рост Луизы составлял пять футов четыре дюйма, то есть шестьдесят четыре дюйма. Расстояние от ее вытянутой руки до пола было на десять дюймов меньше ее полного роста. Значит, щека убийцы в том месте, где Луиза притронулась к ней, также была на десять дюймов меньше ее полного роста и находилась на расстоянии пятидесяти четырех дюймов от пола. Если щека убийцы в районе носа была на таком расстоянии от пола, нам остается только рассчитать пропорциональное расстояние от носа убийцы до ее макушки, чтобы определить его полный рост. В случае с человеком ниже ростом, чем Луиза, оно составляет около шести дюймов. Следовательно, полный рост убийцы около шестидесяти дюймов или пяти футов. Но убийца стоял на цыпочках, поэтому для установления его реального роста нужно вычесть соответствующее расстояние, которое равняется приблизительно трем дюймам. Иными словами, наш убийца был ростом около четырех футов и девяти дюймов. Бруно и там выглядели ошеломленными. — Господи! — простонал там. — Неужели мы должны быть еще и математиками? — Еще один способ рассчитать рост убийцы, — спокойно продолжал Лейн. — Как я уже говорил, если бы он и Луиза были одного роста, она бы коснулась его плеча, так как ее вытянутая рука была на одной высоте от пола с ее плечом. Но Луиза дотронулась до его носа и щеки. Это означает, что убийца был ниже ее ростом на расстояние между его плечом и носом. В нормальных условиях она составляет около четырех дюймов. Добавьте еще три дюйма за счет стояния на цыпочках — получите семь дюймов. Значит, убийца был на семь дюймов ниже Луизы, чей рост пять футов четыре дюйма. Таким образом, рост убийцы равен приблизительно четырем футам девяти дюймов, что подтверждает мои первоначальные расчеты. Бруно присвистнул. — Это уж чересчур. Определять точные цифры благодаря приблизительным наблюдениям на глаз? — Лейн пожал плечами. — Конечно, это кажется затруднительным, хотя в действительности было очень просто. Давайте отвлечемся от моих аргументов. Предположим, рука Луизы была вытянута не вполне параллельно полу, а чуть выше или ниже ее плеча. Разница может быть только очень маленькой. Так, будучи слепой, она привыкла вытягивать руку прямо при ходьбе. Но мы можем прибавить или отнять пару дюймов. Это делает рост нашего убийцы от четырех футов семи дюймов до четырех футов одиннадцати дюймов. В любом случае он остается очень низкоросным. Вы можете возразить. Я уже вижу воинственный пыл в глазах инспектора, что мои определения расстояния от носа до макушки и до плеча также слишком точны. Тогда проверьте их на себе. Но в любом случае сам факт, что Луиза коснулась носа убийцы, но стоял на цыпочках, доказывает, что он был ниже, значительно ниже ее. Это в свою очередь привело меня к выводу, что убийца Джеки Хэттер. Он остановился, что перевести дыхание, а там вздохнул. В устах актера все действительно звучало вполне логично. — Почему Джеки? — снова заговорил Лейн. Объяснение достаточно элементарно. Так как Луиза и Марта были ниже других взрослых членов семьи, что стало очевидным при чтении завещания, значит, тот, кого коснулась Луиза, не принадлежал взрослым представителям семейства. Все другие взрослые обитатели дома тоже исключались. Эдгар Перри, мистер и миссис Арбакл и Вирджинии высокого роста. Может быть, кто-то из посторонних, посещающих дом. Капитан Тривит, Джон Гормли и доктор Мэри, они тоже высокие. Честер Биггиллоу среднего роста, но средний рост для мужчины никак не меньше пяти футов. Убийца не мог быть абсолютно посторонним, так как, судя по различным элементам преступлений, отлично знал топографию дома, привычки обитателей и так далее. — Понятно, — мрачно произнес инспектор. — И все это происходило буквально у нас под носом? — На сей раз должен с вами согласиться, — усмехнулся лень. И так убийца мог быть только Джеки Хаттер, чей рост соответствовал моим расчетам, которые подтвердились, когда я прочел его медкарту у доктора Мэриэма и убедил, что его рост четыре фута восемь дюймов. Я ошибся всего на деньгину. Естественно, это не мог быть маленький Билли, младший брат Джеки. Помимо абсурдности такого предположения, его рост менее трех футов. И еще один пункт. По словам Луизы, она ощутила мягкую и гладкую щеку. В голову сразу приходит мысль о женщине, что и произошло с вами. Но у тринадцатилетнего мальчика щеки тоже мягкие и гладкие. — Будь я проклят, — пропормотал инспектор. — Таким образом, стоя в спальне, слушая показания Луизы, видя, как она заново переживает ночные события и, произведя быстрые расчеты, я понял, что отравил грушу, предназначенную для его тети Джеки Хаттер, и убил свою бабушку, ударив ее по голове. Лейн сделал паузу, чтобы взглянуть на лебедей. — Скажу вам сразу, этот вывод показался мне настолько нелепым, что я тут же отверг его, чтобы ребенок составил такой изощренный план и совершил убийство. Чушь! Я прореагировал точно так же, как вы, несколько минут назад, инспектор. Это выглядело невероятно. Должно быть, я в чем-то ошибся. Или где-то на заднем плане скрывался взрослый, который руководил действиями мальчика. Я даже подумал о взрослом, которого никогда не видел, почти каролике, ростом в четыре фута и восемь-девять дюймов. Но это было бы так же нелепо. Разумеется, в то время было бы глупостью сообщать вам результаты моих расчетов. Как я мог ожидать, что вы поверите тому, чему я сам был не в состоянии поверить? — Я начинаю многое понимать, — пробормотал Бруно. — В самом деле? — Сомневаюсь, что вы понимаете либо четверть всего происшедшего, мистер Бруно, при всем уважении к вашей проницательности. Луиза Кампион заявила, что почуяла запах ванили, исходящей от убийцы. Ваниль показался мне вполне совместимой с ребенком. Я перебрал все, что могло быть связано с ванилью. Конфеты, сладкие пироги, цветы и так далее. Никакого результата. Я в одиночку обыскал весь дом, чтобы найти какой-то ключ бесполезным. Поэтому я отказался от теории «ребенок-преступник» в связи с ванилью и подумал о ваниле как о химикалии. От доктора Инглса я узнал, что определенный ингредиент мази, используемых при различных кожных заболеваниях, перуанский бальзам, обладает ванильным запахом. От доктора Мэриэма, что у Йорка Хеттера была сыпь на руках, которую он лечил такой мазью. В лаборатории я обнаружил фигурирующую вовсе банку с этим бальзамом. Но ведь Йорк Хеттер мертв. Было ли возможно, что это не так? Вот где я сбился с пути. Мрачно вставил там. Лень не обратил на него внимания. Да, это было возможно. Идентификация не являлась абсолютно точной. И то, что из воды вытащили тело именно Йорка Хеттера, было всего лишь предположением. Ну, а как насчет роста? В вашем первом отчете о находке тела, инспектор, вы не упоминали его рост. Даже если тело не принадлежало Йорку Хеттеру, который спланировал обман, он должен был подобрать труп примерно такого же телосложения, как у него. Так что сведения о росте найденного тела помогли бы мне. Но я выяснил рост Йорка Хеттера в его медкарте у Мэриэма. Он вставлял пять футов и пять дюймов. Поэтому Луиза Кампион не могла прикоснуться к Йорку Хеттеру. Убийца был значительно ниже ее и не достигал пяти футов. Тогда откуда запах ванили? Логически перуанский бальза мог быть его источником в ночь убийства. Он стоял на полке в лаборатории, где убийца выбирал яды, а никаких других следов источников запаха я не обнаружил. Поэтому, хотя я чувствовал, что Хеттер не мог быть причиной запаха перуанского бальзама, я шел по этому следу, надеясь открыть причину, по которой бальзам мог использовать тот другой. Единственной причиной казалось то, что убийца намеренно оставил этот след, в надежде, что полиция узнает об использовании Йорком Хеттером перуанского бальзама в прошлом. Но это также выглядело глупым, ведь Йорк Хеттер был мертв, или нет? Тогда все остановилось крайне запутанным. Лейн вздохнул. Следующей остановкой была лаборатория. Вы помните расположение бутылок и банок на полках? Всего там было пять открытых полок, разделенных на пять секций, каждая из которых содержала двенадцать химикалий, пронумерованных по порядку. Номер один помещался с левой стороны первой секции верхней полки. Бутылку с трехниномы обнаружили под номером девять почти в центре первой секции, а бутылку синильной кислоты под номером пятьдесят семь в третьей правой секции той же полки. Даже если бы я не присутствовал там, и вы описали мне лабораторию, я бы знал, что нумерация идет слева направо от первой секции в третьей. В противном случае бутылки под номерами девять и пятьдесят семь находились бы в других местах. Согласно указателю, перуанский бальзам хранился в банке под номером тридцать. Она исчезла после взрыва, но я мог точно указать, где она находилась, благодаря знанию и порядку умирации. Так как в одном отделении содержались двадцать химикалий и пустых мест между ними не было, номер тридцать должен был стоять в самом центре средней секции верхней полки. Я выяснил, что из всех обитателей дома только Марти и Хеттер, помимо самого Йорка, было известно о его кожном заболевании. Я обратился к ней, она подтвердила, что знала об использовании мази, она не помнила названия, пахнущей ванилью. Когда я спросил ее, где обычно стояла банка, я расставил другие бутылки банки в центральной секции верхней полки. И Марта подошла к этой секции, сняла банку, находившуюся на месте номера тридцать перуанского бальзама. Но заодно я открыл нечто важное, не имеющее отношения к природе запаха. Что именно осведомился там? Я присутствовал там и не заметил ничего примечательного. Но тогда вы не обладали преимуществом моих знаний, инспектор. Улыбнулся Лейн. Каким образом Марта Хеттер сняла банку? — Стоя на цыпочках, она едва до нее дотянулась. Что-то начало. То, что Марта Хеттер одна из двух самых невысоких взрослых обитателей дома, должна была встать на цыпочки, чтобы дотянуться до банки на верхней полке. Но важным было то, что она смогла дотянуться до этой полки, стоя на полу. — Что в этом важного, мистер Лейн? — нахмурился Бруно. — Сейчас поймете. — Помните, во время нашего предварительного обследования лаборатории до пожара, мы обнаружили два пятна на краю второй полки сверху. Оба были овальными, очевидно, оставленными кончиками пальцев. Первая находилась прямо под бутылкой номер 69, а вторая под бутылкой номер 90. Но бутылки под номерами 90 и 69 не имели никакой связи с делом. Первая содержала азотную кислоту, а вторая — серную. Однако в расположении пятен имелся еще один важный момент. Номер 69 находился непосредственно под бутылкой с номером 9, а номер 90 — под банкой с номером 30, стоявшими на верхней полке. Оба этих номера фигурировали в деле. Бутылка номер 9 содержала стрихнин, добавленный при первой попытке отравления Вегна Клуизы, а банка номер 30 — перуанский бальзам, чей запах исходил от убийцы в ночь гибели миссис Хеттер. Это явно не могло быть всего лишь совпадением. Поэтому я сразу же вспомнил о другом обстоятельстве. Трехногий табурет, который, судя по трем пятнам в пыли, обычно стоял между рабочими столами, был обнаружен под средними секциями полок с признаками использования, царапинами и неравномерным покрытием пыли сверху. Простое сиденье на нем не могло вызвать ни царапин, ни пятен. Оно либо оставило бы ровный след в пыли, либо стерло бы ее вовсе. К тому же табурет перенесли непосредственно к средним секциям, под химикалией с номерами 30 и 90. Что это могло означать? Почему вообще был использован табурет? Судя по царапинам и неровным пятнам, очевидно, для того, чтобы встать на него. Но зачем? И вот тогда все становилось ясно. Следы пальцев на краю второй полки указывали, что кто-то пытался дотянуться до номеров 9 и 30 полкой выше, но не смог. Чтобы достать нужные химикалии, ему пришлось встать на табурет. Очевидно, последняя попытка была успешной, так как мы знаем, что химикалии были использованы. И это привело меня к следующему пункту. Если кто-то оставил следы пальцев возле бутылок с номерами 69 и 90, значит, расстояние от полки, на которой остались пятна, до пола должно соответствовать росту этого человека. Конечно, не его реальному росту, а при состоянии на цыпочках и вытянутых вверх руках. Ибо если вы пытаетесь достать что-то, находящееся выше вашей досягаемости, то автоматически становитесь на цыпочки и вытягиваете руки вертикально. — Понимаю, — медленно произнес окружной прокурор. Но Марта Хеттер смогла, стоя не на табурете, а на полу, снять банку с верхней полки. Это означало, что каждый взрослый, фигурирующий в доме, мог снять с полки перуанский бальзам, не пользуясь табуретом, так как Марта и Луиза были ниже остальных взрослых. Поэтому тот, кто оставил отпечатки пальцев на крови второй полки и встал на табурет, чтобы снять химикалии, был гораздо ниже Марты и не являлся взрослым. — Да, он был гораздо ниже Марты и не являлся взрослым. Но насколько ниже? Это было просто рассчитать. — Я позаимствовал вашу линейку, инспектор, и измерил расстояние между полками, обнаружив, что между верхней полкой и полкой с пятнами оно составляет ровно шесть дюймов. Это же измерил толщину самой полки, она равнялась одному дюйму. В таком случае оставивший отпечатки был ростом приблизительно на шесть дюймов, плюс один дюйм, плюс еще один дюйм, поскольку Марта потянулась на дюйм вверх, чтобы достать банку, то есть дюймов на восемь ниже Марты. Но так как Марта была одного роста с Луизой, и рост Луизы пять футов четыре дюйма, то рост оставившего следы составлял около четырех футов восьми дюймов. Замечательное подтверждение моего первоначального вывода. Еще одно указание на убийцу ростом в пятьдесят шесть дюймов, то есть на треке. Последовала маленькая пауза. — Я просто не могу это переварить, — пожаловался инспектор. — А я не могу порицать вас за это, — серьезно отозвался Лейн. — С каждым подтверждением теории, в которую я не мог заставить себя поверить, я становился все мрачнее, но закрывать глаза на правду я тоже больше не мог. Джеки Хеттер не только отравил грушу и ударил по голове мисс Хеттер, но и взял стрихнин, чтобы отравить Эгнок. И встал на табурет, чтобы снять банку с перуанским бальзамом, то есть проделал все, что должен был осуществить убийца. Актер глубоко вздохнул. Теперь я не сомневался, что, каким бы безумным это ни казалось, преступником был тринадцатилетний Джеки. Фантастично, но бесспорно. Все же замысел был плодом незаурядного и зрелого ума. Было абсолютно невероятно, чтобы его самостоятельно придумал тринадцатилетний ребенок, хоть даже развито не по годам. Существовало только два возможных объяснения. Одно заключалось в том, что Джеки служил всего лишь орудием взрослого интеллекта, составившего план и каким-то образом заставившего ребенка его осуществить. Наталья не выдерживала критики. Стал бы взрослый использовать ребенка, самый ненадежный из всех орудий, маловероятно. Взрослый рисковал бы тем, что ребенок откроет секрет либо по недомыслию, либо из-за зорства их же расколется на первом же официальном допросе. Конечно, его можно заставить молчать, угрожая насилием, но это тоже не казалось вероятным. Дети ведут себя достаточно откровенно, а поведение Джеки никак не походило на поведение запуганного ребенка. С этим я не стану спорить, буркнул инспектор. Лейн улыбнулся. Но даже если допустить, что взрослый мог сделать своим орудием мальчика, в осуществлении плана проглядывает явная непоследовательность, которую никогда бы не допустил взрослый, и которая, как вскоре я продемонстрирую, скорее указывает на детский ум. На основании некоторых несообразностей я отверг теорию, что действием Джеки руководил взрослый, но не мог отказаться от уверенности, что замысел был плодом взрослого ума, поэтому я столкнулся со следующей проблемой. Каким образом взрослый мог придумать план, а ребенок осуществить его, не являясь соучастником взрослого? Но это был лишь один возможный ответ. Мое второе объяснение, что ребенок следовал плану, написанному взрослым, который ничего не знал о действиях ребенка, в противном случае он сразу же сообщил бы о своем плане полиции. «Так вот, как вы набрели на сюжет романа», задумчиво промолвил окружной прокурор. «Да, я чувствовал, что иду по верному следу. Были ли какие-нибудь указатели на личность взрослого создателя плана? Были. Во-первых, свободное и уверенное использование ядов указывало на химика Йорка Хеттера. Во-вторых, Барбара Хеттер в своих первоначальных показаниях упомянула, что ее отец пробовал силу билетристики. И, в-третьих, перуанский бальзам, которым пользовался только Йорк Хеттер, эти признаки указывали на него, живого или мертвого. «Помните, я говорил, что у меня есть две нити для расследования. Что вас так удивило, инспектор? Первый, о котором я рассказал, был запах ванили. А второй — мой визит к Барбаре Хеттер, который я нанес, идя по следу взрослого автора плана. Она подтвердила мое предположение, что ее отец работал над детективным романом. Хеттер сообщил ей только то, что набрасывает план сюжета, значит, план мог существовать на бумаге. Я был убежден, что Йорк Хеттер, набросав план вымышленного убийства после своей смерти, невольно снабдил юного Джеки письменной инструкцией для реального преступления. Джеки исследовал план. Уничтожил ли он его? Вероятно, нет. Детская психология скорее продиктовала бы ему спрятать план. По крайней мере, его стоило поискать. Где же мальчик мог его спрятать? Разумеется, где-то в доме. Но дом уже обыскали, не обнаружив ничего подобного. И, кроме того, я чувствовал уверенность, что 13-летний подросток в возрасте, когда играют в пиратов, ковбоев, индейцев и Ника Картера, выбрал бы для тайника романтическое место. Я уже открыл метод проникновения Джеки в лабораторию через домоход и камины. Поскольку этот метод мог продиктовать столь же романтический укрытие для плана, я обыскал камины и дымоход, и обнаружил выше перегородки расшатавшийся кирпич в стене дымохода, за которым оказался план. К тому же Джеки, безусловно, был уверен, что больше никто не знает об этом фантастическом способе связи между двумя комнатами, и, пряча план в дымоходе, не сомневался, что его там не найдут. Несомненно, озорной, испорченный и непослушный мальчишка шарил по дому, ища способ проникнуть в лабораторию. Так кому запрещал это делать грозная бабушка? Забравшись в камин со стороны спальни, он увидел, что перегородка тянется не до самого верха, взобрался на нее и понял, что может войти в лабораторию, не пользуясь дверью. Джеки так и поступил, и в одном из отделений шкафа для документов, которые мы обнаружили пустым, нашел рукопись, которую Хаттер положил туда перед самоубийством. Позднее, решив осуществить план романа на практике, он ослабил кипич в дымоходе, который, вероятно, уже расшатался, и воспользовался им для устройства тайника. Помните, что между находкой рукописи и первой попыткой отравления у него было достаточно времени, чтобы разобраться в замысловатом плане? Хотя добрые половины Джеки наверняка не понял, он усвоил достаточно, чтобы реализовать замысел. И не забывайте так, что находка плана произошла до первой попытки отравления, но после смерти Ярка Хаттера. — Всего лишь ребенок, — инспектор покачал головой. — Не знаю, что и сказать. — Вернемся к самому плану, — продолжал Лейн. — Найдя тайник, я не мог забрать рукопись. Джеки обнаружил бы исчезновение, а моей целью было внушить ему, что он преуспел в осуществлении замысла. Поэтому я сразу скопировал план и вернул оригинал на место. В тайнике я обнаружил также пробирку с белой жидкостью, которая, как я не сомневался, была ядовитой, и заменил содержимое молоком из соображения безопасности и по другой причине, которую вы поймете, прочитав рукопись. На траве лежал старый пиджак, и Лейн потянулся к нему. Я неделями таскаю ее с собой. Это поразительный документ. Предлагаю вам, джентльмены, прочитать его, прежде чем я продолжу. Актер достал из кармана пиджака копию плана Йорка Хэттера и передал ее Бруно. Оба гости с жадностью приступили к чтению. Лейн молча ждал. Когда они вернули план, их лица выражали понимание. — Я уже упоминал, — заговорил Лейн, спрятав копию, — что в осуществлении зрелого замысла были детские несообразности. Во-первых, отравленная груша. Забудьте на минуту, что в намерение Джеки не входило убить Луизу. В любом случае он собирался отравить грушу, независимо от мотива. Но мы обнаружили использованный шприц в самой спальне. А груши, как мы знали, сначала не было в комнате. Ее принес туда отравитель. Иными словами, он отравил плод на месте преступления, нелепо и по-детски. Поступил бы так взрослый. Преступление предлагает спешку, возможность соглядательства или вмешательства. Взрослый намеревается отравить грушу. Сделал бы это прежде, чем войти в комнату, где он собирался ее оставить, дабы избежать необходимости делать инъекцию, когда дорога каждые секунды. Правда, если бы убийца оставил шприц в комнате намеренно, я не смог бы прийти к выводу, что его принесли с целью отравить грушу в спальне, так как не знал бы, отравили ли ее там или в другом месте. Но, допустим, шприц специально оставили в комнате. Зачем? Возможен только один ответ. Привлечь внимание к тому факту, что груша отравлена. Но в этом не было надобности. Убийство миссис Хеттер, оказавшееся преднамеренным, а не случайным, и происшедшее после предыдущей попытки отравления, привело бы к открытию, что груша отравлена. Так полиция стала бы искать признаки яда, что фактически начал делать инспектор там. Таким образом, шприц, по-видимому, оставили случайно. А это означало, что его могли принести только с целью отравить грушу в спальне. Это подтвердилось, когда я прочитал набросок Хеттера. Он снова достал из Педрака копию рукописи и раскрыл ее. Что говорится в плане? На сей раз идея стоит в том, чтобы отравить грушу для Луизы и положить ее в вазу с фруктами на ночном столике. Игрик приносит в комнату испорченную грушу, подаводит шприцем сулиму, ну и так далее. Для детского ума, продолжал Лейн, бросая листы на траву, план выглядел двусмысленно. В нем не уточнялось, должна быть груша отравлена до того, как ее принесут в комнату или после. Это же следует ли оставлять в комнате шприц? Хеттер, будучи взрослым, считал само собой разумеющимся, что грушу нужно отравить, прежде чем принести ее на место преступления. Таким образом, осуществлявший план, интерпретировал инструкции слишком буквально, отравив грушу в комнате смерти. Я сразу увидел в этом признак незрелого ума. Иными словами, ситуация была задумана взрослым, но уплощена ребенком, демонстрируя то, как действует детский ум в отсутствии конкретных указаний. И вторая несообразность. Помните, что в пыли на полу лаборатории виднелось много следов ног, ни один из которых не был четким? Пыль не могла иметь ничего общего с оригинальным замыслом Хеттера, так как в соответствии с планом он сам должен был жить в лаборатории, в ней не предполагалось никакой пыли. Поэтому следы ног и то, что мы извлекли из их изучения, приложимы только к реальным событиям. Мы видели доказательства, что использовавший лабораторию стер четкие отчитания всех следов. Для мальчика это в каком-то смысле изобретательно. Но при этом около единственной двери комнаты не было ни одного следа, стертого или не стертого. Взрослый бы непременно оставил следы у двери, дабы скрыть, что проник в лабораторию через дымоход, а это предполагалось хранить в секрете. Следы у двери внушили бы полиции мысль, что посетитель прошел через нее, вероятно, с помощью дубликата ключа. Отсутствие же следов подталкивало к обследованию камин. Снова признак незрелого ума. Взрослый, стерев отпечатки, ног не допустил бы такой оплошности. «Господи, как же я был туп!» хрипло произнес там. И третья несообразность, возможно, самая интересная из всех. Глаза лейно блеснули. Мы все были озадачены невероятным выбором оружия, которым убили миссис Хаттер, мандолины. «Почему?» «Откровенно говоря, покуда я не прочитал план, я не имел ни малейшего понятия, по какой причине Джеки избрал мандолину. Естественно. Я предполагал, что она упоминалась в плане с какой-то конкретной целью. Я даже обдумывал возможность, что инструменты использовали, чтобы навести подозрение на его владельца Йорка. Но это не имело смысла». Он снова подобрал рукописи. «Заглянем план». «Ни слово о мандолине. Здесь лишь сказано ударяет Эмили по голове тупым инструментом». «Глаза там расширились». Ильин кивнул. «Вижу. Вы поняли указание на чисто детскую интерпретацию». «Спросите у любого тринадцатилетнего ребенка, что означает тупой инструмент?» «Тысячи шансов против одного, что он этого не знает». Йорк Хеттер написал эту фразу автоматически. «Понимает то, что понимает любой взрослый. Речь идет о тяжелом тупом орудии. Но для Ржеки то ровным счетом ничего не означает. Ему приходится искать какую-то вещь, именуемую тупым инструментом, чтобы ударить им по голове ненавистную бабушку». «Как работает детский ум?» «Для ребенка инструмент означает только одно. Музыкальный инструмент». Слово «тупой» он, возможно, никогда и не слышал в подобном аспекте, а если слышал, то и не понял его смысла. Или Джеки мог найти его в словаре и узнать, что это означает «неострый». Должен быть, он сразу подумал о мандолине. Единственным инструменте в доме, как сказала Барбара, принадлежащим Йорку Хеттеру, преступнику в плане романа. Для ребенка это было достаточно. Но взрослый мог интерпретировать тупой инструмент таким образом, он только будучи идиотом. Поразительно воскликнул Бруно. Я знал, что Джеки нашел рукопись в лаборатории и исследовал ей шаг за шагом, совершая реальные преступления. Но в плане, говорит, что убийцей намечено сделал самого Йорка Хеттера. Разумеется, имелся в виду персонаж романа, в котором Йорк изображал себя. Предположим, план нашел бы взрослый и решил бы воплотить его в действительность. Он прочитал, что в романе «Преступником должен быть Йорк», но Йорк мертв. Отказался бы взрослый от той части плана, которая указывает на Йорка. Естественно. А что сделал наш убийца? Использовал, согласно плану, перуанский бальзам, указывающий на Йорка. В плане бальзам был ловким штрихом, ключом в виде запаха, благодаря которому убийца был бы разоблачен в конце романа. Однако в реальности, когда Хеттер был мертв, использование запаха ванили является чистым ребячеством. Снова мы видим незрелый юм, слепо следующий письменным инструкциям. Четвертая несообразность, это же пятая. В плане Хеттера ключ с запахом ванили, указывающий на него подлинный, но ключ в виде туфель Конрада фальшивый. Убийца намеренно оставляет улику против Конрада, наводя полицию на ложный след. Однако, в реальности ситуация меняется. Кто-то использует план как модель настоящего преступления. В этом случае запах ванили также становится ложным ключом, потому что Йорк Хеттер мертв и уже не может фигурировать в сюжете. Зачем же использовать два ложных ключа, указывающих на двоих разных людей, как сделал убийца? Любой взрослый на месте Джеки выбрал бы в качестве ложного следа туфли Конрада и отказался бы от запаха ванили, указывающего на мертвеца. Если бы он выбрал туфли, то не чувствовал бы необходимости надевать их, как поступил Джеки. Было достаточно плеснуть яд на один из носков туфель, а потом оставить пару стеном шкафу Конрада. Но Джеки, не способный к зрелой трактовке инструкции, надевает туфли, хотя в плане об этом вообще ничего не говорится. Все указывает на то, что убийца терял чувство меры, сталкиваясь с ситуацией, требующей обычного зрелого ума, снова признан ребенком. И, наконец, история с пожаром. Она меня озадачивала, пока я не прочитал план, как и многие другие факты, потому что я пытался найти для них причины, а они отсутствовали, все свершалось вслепую. В плане указывалась цель пожара, сделайте очевидным, что Йорка Хеттера преследует тот посторонний, и, следовательно, он невиновен. Но после смерти Хеттера инцидент с пожаром в его лаборатории становился бессмысленным, и любой взрослый отказался бы от него полностью или приспособил к своим целям, устроил пожар в своей комнате или каким-нибудь иным способом сосредоточил его вокруг себя. Скорее всего, взрослый отказался бы от него, даже в плане Йорка это выглядело избитым приемом, типичным для детективных истории. Что мы получаем в итоге? План вымышленного преступления осуществлялся в действительности с тупым следованием каждой детали, каждым действием, которое требовало оригинального или избирательного мышления, преступник указал на свою незрелость. Это подтверждало мою уверенность, что убийца Джеки и должен убедить вас, как убедила меня, что Джеки не понимал изощренности плана, которому следовал так преданно, а лишь слепо выполнял конкретные предписания, причины, которых были ему недоступны. Он прочитал, что Йорк должен быть преступником, знал, что Йорк мертв, и решил сам быть Йорком или преступником. Поэтому там, где план предписывал Йорку или Игрику что-то сделать, Джеки ставил себя на место Йорка и делал это сам, вплоть до действий, которые по плану приводили к разоблачению преступника. Это, чертова, первая попытка отравления, там прочистил горло, не могу понять. Терпение, инспектор. Я как раз к этому подхожу. Во время попытки мы не могли знать, должна ли она была осуществляться по замыслу преступника, или нет. Когда же после убийства мы решили, что вторая попытка отравления была ложной, напрашивался вывод, что таковой была и первая. Еще не зная о плане Йорка, но чувствуя, что преступник Джеки, я сказал себе, Джеки вроде бы случайно не дала осуществиться отравлению в случае с Эгнагом. Возможно ли, что он глотнул отравленный Эгнаг не случайно, а намеренно? Если так, то почему? Ну, если обе попытки были ложными, каким образом убийца планировал помешать Луизе даже глотнуть Эгнаг и в то же время сделать очевидным факт, что напиток отравлен? Если бы он как бы случайно пролил Эгнаг, факт отравления не стал бы очевидным. Смерть щенка могли бы приписать другим причинам. Поэтому требовались героические меры. То, что Джеки глотнул Эгнаг являлось доказательством прима факи, достаточной при отсутствии опровержения латыни, что он следовал каким-то инструкциям. Ребенок не мог сам придумать такое. Когда я прочел план, все стало ясным. Игрик в своем романе намеревался отравить Эгнаг, потом выпить какую-то его часть и продемонстрировать подлинные симптомы отравления. Это преследовало тройную цель — не повредить Луизи, сделать очевидным, что кто-то пытается ее отравить, и, наконец, представить себя невиновным, ибо какой отравитель попадется в собственную ловушку. Для романа план был хорош. Но в реальной жизни Хеттера едва ли привлекла бы мысль выпить я даже в качестве улики. Лейн читает в плане, что Игреку предписано отравить Эгнаг и глотнуть его самому. Он знает, что должен повторять все поступки Игрека и делает это, насколько ему позволяют смелость и обстоятельства. То, что Джеки выпил Эгнаг во время первой попытки отравления, что он был отравителем и убийцей во втором случае, подтверждало предположение, что он следовал фантастическому и невероятному плану, смысла которого толком не понимал. «А как насчет мотива?» спросил там. «Да меня по-прежнему не доходит, почему мальчишка мог захотеть прикончить свою бабушку». «Имея дело с такой семейкой там», сказал Бруно, «это достаточно легко понять, не так ли мистер Лейн». «Да», печально улыбнулся Актер. «Вы уже знаете ответ, инспектор. Вам известно, что стало причиной пороков этой семьи». Хотя у Джеки было всего тринадцать, в его жилах текла дурная кровь отца и бабушки. Вероятно, он был потенциальным убийцей от рождения, обладая, подобно всем детям, склонностью к казовству и злым шуткам, но в чудовищной степени. Помните, как он почти фанатично преследовал своего младшего рода Билли, как с наслаждением топтал цветы и пытался утопить кошку? Его ненависть к бабушке вполне совместима с отсутствием внутрисемейных привязанностей и всеми нравами дома хаттеров. Бабушка часто била Джеки. Всего тремя неделями раньше преступления она выпорола его за то, что он украл фрукт из ваза Луизы. Мальчик слышал, как его мать говорила старой леди, что желает ей смерти. Все это стало искрой, пробудившей пламя, когда он прочитал план, согласно которому бабушка Эмили самый лютый домашний враг его самого и его матери. Должна быть убита. Лицо актера помрачнело. Нетрудно понять, как этот подросток под влиянием дурной наследственности и окружения ухватился за план, имевший целью смерть воображаемого врага. Когда он сделал первый шаг в попытку отравления и не был пойман, то не видел причин, почему бы не продолжать в том же духе, успех лишь усилил криминальный им быт. Дальнейшее усложнение этих без того запутанных преступлений произошло вследствие случайностей, не запланированных ни Йорком Хаттером, ни маленьким исполнителем его плана. Опрокинутая коробка с порошком на ночном столике. То, что Луиза прикоснулась к Джеки, когда он стоял на цыпочках, пятна от пальцев, подтверждавшие рост преступника. Лейн сделал паузу, которой воспользовался Бруно. А какую роль играл во всем этом Пэри? Инспектор уже предложил ответ, отозвался Лейн. Пэри пасана к Эмили задоил против нее ненависть, так как она была лично ответственна за ужасную смерть его отца. Несомненно, он питал какие-то преступные замыслы, иначе не стал бы менять фамилию и устраиваться на работу в дом Хаттеров. Когда старую ледю убили, Пэри оказался в опасном положении, но не мог покинуть дом. Возможно, он отказался от первоначальных целей, задолго до убийства, влюбившись в Барбару. Его действительные намерения, вероятно, никогда не станут известны. Инспектор там задумчиво посмотрел на Лейна. Почему вы так таинственно держались во время всего расследования, спросил он? Вы сами говорите, что после пожара в лаборатории знали, что убийца мальчик. Тогда почему вы делали из этого такую тайну? Это не слишком справедливо по отношению к нам, мистер Лейн? Актер долго не отвечал. Позвольте вкратце описать вам мои эмоции в процессе расследования, заговорил он наконец. Когда у меня исчезли все сомнения в том, что преступник Джеки, я столкнулся с ужасной проблемой. С социологической точки зрения мальчик не мог считаться морально ответственным за свое преступление. Он был жертвой грехов его бабушки. Что мне было делать? Разоблачить его? В таком случае, какой была ваша позиция как служителей закона? Ваши руки были бы связаны. Ребенка следовало арестовать, верно отправить в тюрьму по достижении совершеннолетия, а потом судить за убийство, совершенное в возрасте, когда он не являлся морально ответственным. Предположим, Джеки не осудили бы за убийство. Что тогда? Лучше, на что он мог надеяться, это быть оправданным на основании безумия и провести оставшуюся жизнь в сумасшедшем доме. Лень вздохнул. Поэтому я, не будучи служителем закона и чувствую, что мальчик, поскольку он расплачивается за чужие грехи, унаследовав преступные импульсы и воспользовавшись чужим планом, является жертвой обстоятельств, заслужил свой шанс. Двое мужчин молчали. Лень посмотрел на гладкую поверхность пруда, в которой скользили черные лебеди. С самого начала, когда еще не прочитал план и лишь предполагал, что он составлен взрослым, я предвидел возможность еще одного покушения на жизнь Луизы. Почему? Потому что, так как первые две попытки были ложными, а целью являлась смерть мисс Хеттер, казалось логичным, что преступник совершит еще одно покушение на Луизу, дабы усилить иллюзию, что убить хотели ее, а не ее мать. Я не мог быть уверен, что третья попытка мне кажется успешной, в случае, если преступник действительно захочет убить Луизу. Как бы это ни было, я не сомневался, что это произойдет. Эту теорию подтвердила находка в тайнике дымохода пробирки из-за стегмином, ядом, который еще не был упомянут в плане. Я заменил из-за стегмин молоком по двум причинам, чтобы избежать оплошности, чтобы дать Джеки шанс. Боюсь, я не понимаю, как, начал Бруно, поэтому я не мог, сообщить вам. — Где я нашел план? — отозвался Лейн. — Вы бы продолжали не понимать, пока бы не стало слишком поздно. Вероятно, вы просто ставили для Джеки ловушку, поймали его в дымоходе, арестовали. В каком смысле я дал ему шанс? Вот в каком. В рукописи неоднократно подчеркивалось отсутствие намерения отравить Луизу. Поместив в пробирку безвредную жидкость, я дал Джеки возможность осуществить без трагических результатов последнюю инструкцию плана третью ложную попытку отравления Луиза. Я чувствовал уверенность, что он будет следовать плану до самого конца и спросил себя, что сделает Джеки после отравит простоквашу, как ему предписывали инструкции. В плане на этот счет не было подробных сведений. Игрик всего лишь упоминал, что он либо привлечет внимание к каким-то неполадкам с простоквашей, либо каким-то образом помешает Луизе выпить ее, как я наблюдал. И что же он сделал? спросил окружной прокурор. Проскользнул в спальню с карниза и достал пробирку, где, как он думал, содержится яд. Я знал, что план предписывает добавить в стакан пятнадцать капель, но Джеки, поколебавшись, вылил в стакан все содержимое пробирки. Лейн сделал паузу и посмотрел на небо. Это выглядело скверно. Впервые он намеренно нарушил инструкции и резко произнес там. Лейн устал и посмотрел на него. Несмотря на то, что план предписывал ему привлечь внимание к отравленной простокваши, прежде чем Луиза ее выпьет, Джеки этого не сделал. Он позволил ей выпить из стакана, наблюдая с карниза снаружи окна, и я видел разочарование на его лице. Она выпила простоквашу и не обнаружила никаких признаков отравления. «Боже милостивый!» воскликнул подресенный Бруно. «Не такой уж он милостивый, во всяком случае, к этому бедному юному созданию». Моя проблема заключалась в том, что сделает Джеки дальше. Он уже не подчинился некоторым инструкциям, но теперь, когда план исчерпал себя, будет ли он действовать самостоятельно? Я твердо решил, что если Джеки на этом остановится и не будет предпринимать дальнейших то я не стану никому сообщать о его вине. Признаю себя побежденным и уйду со сцены. Мальчик должен получить шанс избавиться от содержащего в нем зла. Инспектор там выглядел смущенным, а Бруно сосредоточился на муравье, который тащил кусочек сухого листа. «Я наблюдал за лабораторией», продолжал бесстрастный голос, «единственным местом, где Джеки мог обзавестись очередной порцией яда, если бы захотел этого». Я видел, как он пробрался в комнату, снял с полки бутылку с надписью «Яд» и наполнил пузырек ее содержимым, а потом ушел. Лейн поднялся, ковыряя землюносом туфли. Джеки приговорил себя джентльмены. Жажда крови и убийства ударила ему в голову. Теперь он действовал по собственной инициативе, за пределами письменных предписаний и практически нарушая их. Я понял, что он неисправим. И, оставаясь вне подозрений, будет представлять собой постоянную угрозу обществу. И в то же время если бы я разоблачил его, это привело бы к чудовищному зрелищу. Мы обрекли бы обществом мстить тринадцатилетнему ребенку за преступление, в котором, по сути дела, было повинно оно само. Лейн умолк, когда заговорил снова, его голос звучал по-другому. «Эту трагедию можно назвать трагедией «Игрик», как называл себя Йорк Хаттер. Он спланировал преступление, предназначая его для детективного романа, но создал чудовище Франкенштейна в лице собственного внука, который осуществил план, пойдя гораздо дальше намерения «Игрик». Когда мальчик умер, я решил притвориться потрясенным и не разоблачать его. Что хорошего могло бы из этого выйти? Для всех было лучше, что виновной из Жеки осталось неизвестной, а если бы я сообщил о ней вам, когда ваше начальство и пресса требовали раскрытия дела, вы бы были вынуждены предать ее огласке. Там собирался заговорить, но Лейн быстро продолжил. К тому же нужно было думать о Марте, матери Джеки, что еще важнее его младшем брате Билли, который также имел право получить свой шанс. При этом, инспектор, я не собирался позволить причинить вам вред. Если бы, например, вас понизили в должности за то, что вы не смогли поймать преступника, мне пришлось бы сообщить вам разгадку, и вы могли сохранить свое положение. Благодарю, Сухо сказал там. Но когда прошло два месяца, протесты заглохли, и вы не пострадали, у меня больше не было причин утаивать факты от вас, как людей, а не служителей закона. Я только надеюсь, что с человеческой точки зрения вы поймете мои мотивы и сохраните в тайне ужасную историю Джеки Хаттера. Бруно и там молча кивнули, оба выглядели задумчивыми и подавленными. Внезапно инспектор, сидевший на траве, выпрямился и прижал колени к широкой груди. Мне кое-что непонятно в последней фазе дела. Он сорвал травинку и начал жевать ее. Каким образом? Матчик ошибся и выпил за ужином отравленное молоко, предназначавшее Солуизи Кампион. Лень не ответил. Отвернувшись, он сунул руку в карман, достал кусок хлеба и стал бросать крошки в пруд. Лебеди грациозно подплыли к нему и начали клевать крошки. Там наклонился вперед и похлопал актера по колену. Вы не слышали, что я спросил, мистер Лейн? Окружной прокурор неожиданно поднялся и так сильно ущипнул инспектора за плечо, что-то он вздрогнул и уставился на него. Лицо Бруна побелело, а подбородок окаменел. Лейн медленно повернулся и устремил страдальческий взгляд на двоих мужчин. — Пошли, инспектор, странным тоном произнес Бруно. — Мистер Лейн устал. Нам лучше вернуться в город. Занавес Рассказы Райтсвилдские наследники Глава Первая Когда умер Сэмюэл Р. Ливингстон, трое детей похоронили его на кладбище Твин Хилл, торопливо похлопали по плечу мачеху и отправились на поиски цивилизации. В Райтсвиле их ничто не удерживало, там даже не было могилы их матери. Первую миссис Ливингстон родом из Бейбек Шенебельного района Бостона похоронили в Бостоне. Я была достаточно надолго похоронена в Райтсвилле, объяснила она в своем завещании. Вторая миссис Ливингстон, врожденная Белла Блуфирд, выросла по соседству с Сэмом Ливингстоном и никогда никому не рассказывала, что почувствовала, когда он отправился с женой в Бостон. Но когда мать детей Сэма умерла, Белла все исчезала в соседнем доме, и Сэм женился на ней, как только позволили привичи. Тебе придется быть для них матерью. Белла предупредил он, я буду сам. Но этого не произошло. Сэмюл младший Аверет и Оливий, возвращаясь домой из частных школ и увеселительных поездок по Европе, целовали мачеху в щеку, вежливо осведомлялись о ее здоровье, хвалили пироги со смородиной, а потом снова и выезжали и забывали о ее существовании. С самого начала они обходились с ней ласково, но слегка насмешливо, как с преданной старой служанкой. Если не принимать во внимание редких лощенных писем от Сэмюла младшего, случайных шутливых открыток от Эверет или сообщения об очередном замужестве от Оливии, дети Сэмюла Ливингстона после смерти их отца исчезли из жизни Беллы. Она старела в одиночестве, пытаясь заполнить его собраниями женского комитета и организационными ленщами столь дорогими сердцам пожилых леди. А после начала приступов и предпреждения доктора Конклина фарнома, что ее сердце уже не так надежно, Белла поселила у себя Эйми Атем. Эйми родилась на нижнем краю Хилдрайв среди тенистных деревьев и домов колониального периода. Будучи сиротой, она воспитывалась вдовствующим дядей доктором Хорресом Атемом, чья практика среди бедняков Лоу-Виллидж была самой обширной и самой низкооплачиваемой в Райтсвилле. Потом доктор Атем начал сам болеть, и Эйми во время его последнего продолжительного недуга пришлось бросить медицинские курсы в университете Мэримака, чтобы ухаживать за ним. Ее дядя умер, не оставив ничего, кроме неоплаченных пациентами счетов. Дом продали за долги, и Эйми оказалась без жилья и средств к существованию. Поэтому она ухватила за предложенную Беллой Ливингстон работу платной компаньонки. Эйми от природы обладала веселым нравом, и ее присутствие словно озаряло особняк Ливингстонов солнечным светом. Прислуга, стоящая из Доркас, Бонди и Мориса Ханкера, вскоре влюбилась в нее. «Что б мы делали без этой малышки?» спрашивала хозяйку старая Доркас, и этот же вопрос Белла Ливингстон все чаще задавала сама себе. «Я чувствую себя виноватой, Эйми», иногда вздыхала она, «что за жизнь для молодой и хорошенькой девушки быть похороненной в этом старом мазолее?» «Похороненной», смеялась Эйми, «Я его обожаю, и вас тоже». Старая Белла целовала ее, зная, что это правда. Она наблюдала, как с течением лет Эйми Апем, подобно ей самой, все больше нуждалась в ком-то, кто бы нуждался в ней. Они никогда не говорили о парне, с которым Эйми была помолвлена, который погиб в Вьетнаме, или о родителях Эйми, которых она не помнила. Но пожилая леди часто заводила разговор о пасанках и пачерице, за чьими карьерами она внимательно следила по статьям в Райвелдском архиве. И вместе с накоплением досье Ливингстонов в архиве газеты усиливалась ее мрачность. Поэтому Эйми удивилась, когда Белла неожиданно сказала «Эйми, свяжись с Семьелом младшим, Эверетом и Оливией, где бы они находились, и попроси их навестить меня». «Неужели они согласятся?» — воскликнула Эйми. «Согласятся, если ты скажешь, что я этого хочу». «Они слишком хорошо воспитаны, чтобы отказаться воспитании», — сухо добавила Белла, «их сильная сторона». Дети Сэмюэла Ливингстона приехали на уикенд в начале лета. Сначала они показались Эйми очаровательными. Оливия походила на драгоценный камень в столь же дорогой оправе, хотя под ее красивыми глазами темнели мешки, свидетельствующие об усталости. Она приветствовала Эйми без всякой снисходительности, которой ты опасался. Эверет оказался веселым, крепким, широкоплечим, с кожей похожей на печеный картофель. Взяв Эйми за руку, он ласково поблагодарил ее за заботу о маме. Сэмюэл младший, высокий, сутулый и худощавый, с изысканными манерами, словно сошел страниц романа Джона Ф. Марк Уанда. Старая леди, ожидавшая на передней лужайке, когда Моррис Ханкер Морриса позаботится об их багаже. Ты отвела нам в наши старые спальни, Белла, сказала Оливия, когда они присоединились к ней на лужайке. Как это приятно! Приятно, что вы приехали, с улыбкой отзывалась пожилая леди. Эйми, дорогая, пусть Доркас приготовит чай. Когда Эйми вернулась с Доркас и чайным столиком на колесах, она застала семью за дружеской беседы. Я всегда терпеть не мог этого парня, сестренка, говорил Сэмюэл младший. Он носил галстуки, раскрашенные вручную. Какой из мужей это была Ливия? С интересом спросила старая леди. Прусский барон или венгерский граф? Испанский принц? Поморщилась Оливия. Это тот, который обошел с тебе в двести тысяч долларов. О, Боже, вздохнула Оливия. Нет, Эйми без сахара, побольше Эйми. Смотрите, что стрип неодорка сделает с моей. Теплый день, заметил Эверет Ливингстон. Как насчет того, чтобы поплавать, Эйми? Не вздумайте, предупредила Эйми Оливия. Предательница, фыркнул ее брат. Знаешь, Белла, Гага снова выставлена на продажу. Она снова прибывает между мужьями. Гага? переспросила старая леди. Ах, да, это твое газетное прозвище. Но чтобы наконец дошло до Райтсвила, спокойно отзвалась Оливия. Смерть журналистам, Эверет поднял свою чашку. Когда час коктейля Белла? Позже. Белла Ливингстон улыбнулась. Кстати, Эверет, газеты из тобой обошлись не слишком приятно, не так ли? Меня всегда интересовало, что внушило тебе мысль, будто ты сможешь извлекать деньги из спорта. Это всеамериканская номинация и папин миллион. Да, но твои авантюры с профессиональной футбольной командой и гонками малолетражных автомобилей окончилась провалом, верно? И вдруг я снова читаю, что ты пытаешься купить профессиональную баскетбольную команду. Красивую девушку ты здесь поселила, Белла, ушел от ответа Эверет. Благодарю вас, мистер Ливингстон, промотала Эйми. Эф, поправил Эверет, давайте все-таки искупаемся в пруду Эйми. Не вздумайте, снова сказала Ливия. А ты, Сэмюэл, продолжала старая леди, поставив свою чашку, ты потерял деньги на нефтяных скважинах и приисках, не так ли? А сейчас, как я слышал, занялся аураном? Занимался, вздохнул Сэмюэл младший, протягивая руку за сандвичем сарахистовым маслом. Да, Белла, мы все в состоянии финансового краха. Фактически, добавил Эверет, несмотря глаз Сэмми, мы разорены. Конечно, у меня всегда есть в запасе старина Чарльз, сказал Оливия, мой техасский нефтяной обожатель, но у него такие неряшливые манеры. Все равно выходи за него, га-га, посоветовал Эверет, если он профинансирует мое баскетбольное предприятие, я возьму его в долю на 45%, а опять, может, оставлю тебе. Не будь вульгарным, Эв. Не будь глупым, Эв, сказал его брат. Харли Вагонер продал мне нефтяные скважины, на которых я потерял четверть миллиона. Последовала пауза. Старая леди продолжала улыбаться, Эйми начинала чувствовать себя не в своей тарелке. Ладно, Белла, заговорил Сэмюэл младший. Твои худшие опасения подтвердились, зачем ты нас вызвала. Скажу после ужина, когда придет Харбет Уэнторд. Старый отцовский поверенный, старый мистер Уэнторд давно умер, дела перешли к его сыну. Наверное, это будет весело, сказал Эдерет Ливингстон. Эйми, давайте хотя бы пройдемся к пруду, я покажу вам место, где однажды едва не утонул. Лучше покажи мне, мрачно промолвила Оливия, вставая. Надеюсь, вы нас извините? Сэмюэл младший поплелся следом за ними. Когда все трое скрылись из вида, Эйми спросила, вы не перевозбудились, мама о том, так что не беспокойся. Я в безопасности, покуда не надеваю бикини, улыбнула Сэмми. Вы уверены, что с вами все в порядке? Конечно, дорогая. Но за ужином Эйми все еще беспокоился Оливий болтал о канах, помрачневший Эверет чертил диаграммы родословных лошадей, которых думал приобрести. Сэмюэл младший галантно хвалил смородины пирог, а Херберт Фэнт Уорт прибыл ровно в восемь. Это был тощий и бледный янки с голосом, как у промокшей арфы. В отношении его симпатии не могло быть никаких сомнений. Перейду сразу к делу, начал он, когда они расселись, похожи на склеп гостиной. По условиям завещания Сэмюэла Эр Ливингстона каждый из трех детей получал по одному миллиону долларов, предположительно составляющих основу его состоянием. Вдова получала личное недвижимое имущество, тогда и оказалась достаточным, чтобы обеспечить нужды миссис Ливингстон. Однако мистер Уэнт Уэнт Уорд окинул блудных детей мрачным взглядом секретный коди цил дополнительное распоряжение к завещанию. К завещанию вашего отца предписывал моему отцу как распорядителю состояния вашей мачехи держать втайне от вас истинное положение дел. Почему осведомил Северетт? Заткнись, дорогой тихо велелой ему сестра. Потому что, ответил адвокат, причмокнув вставными челюстями, состояние вашего отца было куда более крупным, но он не хотел, чтобы вы об этом знали, пока не станете достаточно ответственными, чтобы обращаться с ним как следует. Сэмюэл Ливингстон считал, что его дети не питают должного уважения к капиталу. И поэтому... Все повернулись к Белле Ливингстон при звуке ее голоса. Ваш отец предоставил мне решать, когда, если это вообще когда-нибудь произойдет, вам можно доверить деньги. Харберт, прочитайте кодицы. Мистер Уэнд Уорд достал из портфеля довольно потрепанный документ, прочитал его и передал Сэмюэл младшему. Сэмюэл, прочитав бумагу, передал ее брату, а тот сестре. Внимательно изучив документ, Оливия вернула его адвокату. Здесь неупомянуты цифры, заметила она. О какой сумме идет речь Белла? Старая леди посмотрела на нее, и Оливия покраснела. Долгое время я думала, что Сэм был неправ, лишив вас за меня дополнительных денег. Поэтому несколько лет назад я написала завещание, оставляя вам всем троим в равных долях. Все. Но при этом слово Трио застыл, как вкопанное. Теперь я знаю, что опасения Сэма на ваш счет были вполне оправданы. Назовите мне хоть одну вескую причину, по которой я должна оставить вам эти деньги. Вот тебе самая лучшая причина в мире, Белла, рассудительно промолвил Оливия. Деньги принадлежали отцу, а моего дети? Деньги мои. А как вы все со мной обращались? Последовал молчание. Эмми хотела незаметно выскользнуть из комнаты. Я всегда думал, что вполне достойно начал Эверетт. Тогда скажи, когда мой день рождения? Эверетт быстро взглянул на Оливию, которая так же быстро повернулась к старшему брату. Не смотрите на меня, я тоже этого не знаю, сказал Сэмми младший. Ты абсолютно права, дорогая, мы форменные свиньи. Но Белла печально спросил старший пасынок, кому еще ты можешь оставить деньги? Эйми. Эйми два не свалилась с подлокотника кресла старой леди. В восковой бледности рука прикоснулась к ней. С тех пор, как ваш отец покинул меня, это дитя было единственным существом в мире, которого беспокоила живая или умерла. Она вела хозяйство в моем доме, кормила меня, читала мне, организовывала для меня вечеринки, сыграя в карты, массировала мне ноги, подбадривала меня, ухаживала за мной во время сердечных приступов. Она посвятила всю свою юную жизнь с заботом обо мне всего лишь за жалование, которое я и платила. Я не могла бы любить Эми Апием больше, даже если она была бы моей дочью. Но вы, трое, дети моего мужа, с некоторым трудом продолжала Белла Ливингстон, и мне было нелегко принять решение. Вот почему я должна была повидать вас. Я знаю, доктор Фарнам считает, что следующий приступ мне не пережить. Поэтому мне так или иначе нужно поскорее принять решение. Толстая старая женщина попыталась встать. Эми помогла ей, и, осознавая, что делает. Я дала себе срок до воскресенья, чтобы решить насчет нового завещания, сказала старая леди, и вышла, опираясь на руку Эм. Это был вечер пятницы. В половине восьмого утра в воскресенье Эми все еще в халате поднялась из кухни в хозяйскую спальню, неся старой леди кофе и обнаружила Белла Ливингстон мертвую в большой кленовой кровати. Утром в следующий вторник телефонный звонок разбудил Элли Реквина в его манхаттанской квартире, и скрипучий голос представился адвокатом Хербертом Уэнтуартом из Райтсвилла. Мистер Уэнтуарт извинил заранее звонок, но сослался на предложение шефа полиции Дейкена, друга мистера Квина, и спросил, не можешь ли, мистер Квинн, срочно вылететь в Бостон, оттуда в Райтсвилл. Старая миссис Белла Ливингстон умерла в воскресенье, а шеф Дейкен уверен, что это убийство и потом весьма загадочное. Сначала мистер Квинн, мистер Квинн, говорил шеф Дейкен, более чем когда-либо походя на печального Эйба Линкольна. Сначала Эмми думала, что старая Белла умерла от сердечного пристава, но что-то заставило ее позвонить мистеру Энтуарту и мне, не будя трех Ливингстонов. Благодаря отчету коронера Граппа и рапортом из лаборатории я теперь знаю, что один из этих троих пробрался около трех часов ночи с суббота на воскресенье в спальню старой леди и задушил ее подушкой. Вопрос в том, кто именно. Я допросил их и изучал рапорта до посинения в лице. Убийство, пробормотал мистер Энтуарт. Эллири в четвертый раз обследовал комнату и внимательно прочел рапорты. Дейкен отвез выезд из аэропорта в особняк на холме, объяснив, что так как все отправились в похоронное бюро Уильлиса Стоуна на Аппер Уистлинг в жилище Ливингстонов никого нет. Большой старый дом подавлял своей пустотой. Я ничего здесь не увижу, Дейкен, сказал на кайс-эллири. Давайте спустимся и поговорим. В гостиной тишина была менее гнетущей. Мистер Энтуарт, расскажите о визите старой леди в ваш офис. Было два визита, мистер Квинн. Первый произошел неделю назад, в понедельник, за четыре дня до прибытия в город этих троих. Морис Ханкер отвез ее в Хай-Виллидж. Одну? Да. Миссис Ливингстон сказала, что пришла спросить меня насчет текста рукописного завещания, который, возможно, захочет написать. Я дал ей формуляр с образцом и сказал, что самой писать завещание не слишком разумная идея, но она вежливо поблагодарила и ушла. А второй визит это было в субботу утром, после разговора в доме, когда миссис Ливингстон сообщила детям мужа, что думает изменить завещание. Под предлогом Ленча, дочери американской революции, в Хай-Виллидж она приехала в мой офис на такси, ничего не сказав даже Эйми, и привезла новое завещание, которое, по ее словам, написала поздно вечером, в пятницу, и о котором никто еще ничего не знает. Решила не ждать до субботы, кивнул Эллири. Очевидно, она считала, что дело не терпит отлагательства. И каковы же условия ее нового завещания, мистер Уэнтворд? Не знаю. Оно было на одном листе, сложенном так, что на виду оставалось только место для подписи. Моей клеркой и секретарша засвидетельствовали подпись миссис Ливингстон. Она сама запечатала конверт в нашем присутствии и подождала, пока я не запер его в своем сейфе. Кое-кого ожидает потрясение, шеф Дэйкин посмотрел на часы. Сейчас будут хранить старую Беллу. Эллири поднялся. Давайте поедем на кладбище. Он был озадачен и надеялся, что похороны ему что-нибудь подскажут. Участок Ливингстонов на солнечном западном склоне кладбище Твинхилл источил аромат ветра, травы и горя. Здесь собрался весь контингент холма, старые друзья Белла Ливингстон, Гермена Райт, клан Грэн Джонов, Уиллеры, Минникины, судья Элай Мартин, Эмилин Дюпре и прочие. Эйми Апиум стояла одинокая и растерянная с опушем от слез лицом. Старая Дорка сплакала, Морис Ханки сопил носом, трое детей Сэмюэла Ливингстона держались рядом, но без притворных признаков горя. Эллири подумал, что это умно с их стороны. Он наблюдал за ними, когда доктор Дулиттл опустил свой молитвенник, и люди начали расходиться. Но трое Ливингстонов всего лишь медленно приблизились к Линкольну и стали терпеливо дождаться Эйми. В доме на холме они также вели себя вполне корректно. Шеф Дейкин с намеренной резкостью представил Эллири приехавшим из Нью-Йорка разбираться в убийстве Беллы. Эйми цеплял из-за мистера Уэнтворда, словно он оставался ее единственной связью с прошлым, казалось, почти не сознавая причины присутствия Эллири. Но Ливингстоны оживленно беседовали с ним, а когда адвокат достал продловатый конверт, запечатанный красным сургучом, и откашлившись попросил всех сесть, они опустились на зачехленный диван старой леди с мартини в руках и с выражением вежливого ожидания на лицах. Это выражение сохранялось, покуда Уэнтворд ломал печать, вскрывал конверт, доставал оттуда лист бумаги настолько тонко, что когда он поднес документ к солнечному свету, проникающему сквозь окно в Эркере, тесно написанные строчки просвечивали насквозь. Только когда он прочитал дату, печальные улыбки Ливингстонов стали напряженными. Я Белла Блуфилд Ливингстон, проживающий в доме номер 410 по Хиллдрайв в Райцеле, объявляю этот документ моей последней волей, делающей недействительными все написанные мною предыдущие извещания и кодицы. Таким образом, история оканчивалась, едва начавшись. Аверет пожал плечами с превосходно разыгранным равнодушием. У Ливи улыбнулся Эмми Апим, словно говоря, «Отличная работа, девочка!» Сэммио младший смотрел в пустой стакан из-под коктейля на его очевидный символизм, как удобавит джентльмену философу. И все же для кого-то из них, думал Эллери, это должно быть страшным ударом. Поневоле задумаешься о пользе хорошего воспитания. Скрывая наблюдения за окружающими, он продолжал следить за слегка дрожащим, но достаточно решительным почерком на бумаге в руках Куэнтуорта. Деньги на покороны, уплату долгов и налогов, гонорар фирме Уэнтуорта, сумма завещанной Дорка с Бонди, Морису, Ханкеру и некоторым благотворительным организациям Райтсвилла и далее. Имущество на Хиллдрайв, личные недвижимые, а также доход с моего состояния, сумма, которая составляет примерно один миллион долларов, я завещаю моей дорогой юной подруге и компаньонке Эйми и Аппем вплоть до конца ее дней. После смерти Эйми и Аппем состояние должно перейти к трем детям моего покойного мужа, Сэмюэлу младшему, Эверетту и Оливии, в равных долях, а в случае более ранней кончины кого-то из них или их всех к его или их наследникам. Элири мог только восхищаться Ливингстонами. Дружно поднявшись, они подошли к Эйми, неподвижно сидящей на своем стуле и поздравили ее, как спортсмены поздравляют победивших соперников. — Ну, джентльмены, кажется, это все, сказал Сэмюэл младший. — Да, ответил Элери, но остается вопрос, кто задушил Беллу Ливингстон. Все трое сразу помрачнели. — Насколько я понимаю по этому замечанию, мистер Квинн, вежливо сведомился старший брат, вы всерьез подозреваете, что один из нас убил нашу мачеху. — А вы можете предложить иную версию, мистер Ливингстон? — Это не моя епархия. Хотя я мог бы сказать, что какой-то бродяга забираются в дома, чтобы что-то украсть, мистер Ливингстон. Здесь не было ни взлома, ни кражи. — Тогда позвольте напомнить, что Оливия, мой брат и я ничего не приобрели со смертью нашей мачехи. — Убийство нельзя исключить на том основании, что оно не принесло ожидаемой прибыли, столь же вежливо указал Эллири. — Факты свидетельствуют, что никто из замешанных в деле не знал о новом завещании вашей мачехи за свидетельством в субботу утром.